что дает, что дает, что дает да, 67 да, конечно как канал называется куда выкладывают за нас выкладывают, мы-то сами мы как шляхтичи, мы ничего руками не делаем Ирина Шевченко Винтаж Днепр Андрюха, будет дача? да да это у нас Рига, да? да, Рига Андрюха, будет дача? да да сколько там тебе? да иди сюда димуся еханый подъехал да ты что тут подтягивайся сейчас еще человек 40 подтянется здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале сейчас продолжатся кадры прогулки по барахолке нашей причем сегодня будет и субботняя и воскресная барахолка я не планировала быть два дня приезжать на наш рынок но так уж получилось что вернулась я я присмотрела я вот эту кружку и вот эту чашку в субботу а вернулась за ними в воскресенье итак первые присмотренные мной вещи сейчас покажу вам поближе я вам ее уже показывала эту кружку она была наверное пару раз она продавалась несколько месяцев на рынке но все-таки вот решила я ее забрать себе возможно останется она в моей коллекции возможно найдется человек который захочет ее приобрести если вы хотите что-нибудь приобрести из тех вещей которые покупаю я для себя пожалуйста свяжитесь со мной контакты будут под видео то есть будет ватсап вайбер телефон и мой инстаграм подписывайтесь в инстаграме вы увидите дополнительные фотографии и также если вам удобно можем переписываться по поводу приобретения любых вещей которые вы там увидите именно в инстаграм все будет ссылочка под видео в моем комментарии и в описании итак вот эта кружка это производство полонная если я не ошибаюсь 1953-1957 годы вот почему ее никто не покупал видите здесь есть трещина трещина большая и сквозная но как бы для того чтобы поставить ее на полочку в коллекцию я не вижу никаких препятствий почему почему бы ее не купить конечно хотелось бы иметь такую целую кружку но как говорится имеем то что имеем значит смотрела я в интернете несколько вариантов тоже тем тоже можете полюбопытствовать полонский завод видела вот здесь синее крытье очень красивая есть в белом цвете и по-моему я еще нашла производство добужский завод красное крытье но вот полонская мне нравится больше кружка ручка очень красивая явно старенькая форма ручки возможно даже и чашки старая форма вернее кружки этой изображение самого богдана хмельницкого очень качественная красивые значит на белой кружки я не видела вот этих веточек золотых также более она простая вот кажется вот синим крытьем это самый удачный вариант вот так она выглядит то есть золочение крытье в прекрасном состоянии и вот здесь есть небольшой скольчик самой эмали вот такая вот кружка теперь у меня дома ну и конечно же вот это вот чашечка детская производство рига по годам еще пока не успела посмотреть хотела хотелось быстрее выложить видео с самой барахолки информацию более подробно в инстаграм напишу чашка редкая это деколь не ручная роспись думаю что можно отнести эту чашку к агитационной продукции да скорее всего красные флаги 1 мая сразу ассоциация вот розовая машинка здесь с игрушками игрушки тоже с красным флажком кукла так что вот такая тоже чашка по моему чашка очень душевная очень классная ну и продолжаем прогулку по барахолке и разбитое дерево я это имею дерево это пол беды видишь там вот этот вот горный конел видишь его проломлено там как они называются эти животные как они называются просто побег штуку неинтересно у меня у пазашка у пазашка ушки подали ну да наверное дрались наверное в бою были я интересную таких не веду и я не знаю все эти два только бурака целые у тебя наборы ну уже некоторые шли не подчеркивайся не полностью но практически целые а состояние хорошее а сколько такая кружка 80 хорошая тарелочки а в какой цене такие 300 гривен если 2 то за 55 ален какие версии для чего эта ложка честно говоря даже разве что знаешь что сварение ягодки доставать чтоб стекало вот только вот такая логика только для этого а сколько такая есть интересно еще две ложки это кстати как выяснилось подставки под приборы столовые и в одном из последних видео я показывала купила две вот такие ложки но зрители мне сказали что это подставки под столовые приборы фаянсовые вот здесь рельефная роза с лепестками я думаю что должно быть видно значит две у меня было и сегодня вине в субботу я докупила еще одну маленькую и вот такую вот еще одну большую кстати пробовала пользовалась как подставки под приборы очень даже подходит очень удобно так что вот такой комплект тоже вы вполне можете заказать для себя пожалуйста три маленькие ложки и одна большая даже мы здесь да проливом молочный чик синий синий нет не не част либо лишь или посеребрение или витилирование запыление тисковые или это фабричные но это как фабрич далее мы приобрели вот эту сахарницу и блюдце от это часть сервиза полонского завода старое клеймо ярко-зеленое крытье рисунок это аэрография небольшая подрисовка вручную состояние не идеальное есть потертости и по позолоте и на самой сахарнички есть малюсенькие микроскольчики но трещин нет ей вполне можно пользоваться крышечка целенькая вот то что вы видите это недолив глазури это производственный дефект и одно блюдце вот это черная точечка это так называемая мушка это уже дефект времени также блюдцем пользовались есть потертости покрытию здесь но в целом состояние этого комплекта хорошее добрый день похвастаемся нашими сегодняшними сегодняшними приобретениями начнем с конца вот с последнего обхода Ирина принесла вот такой вот графин посмотрите высокохудожественный рисунок растительный орнамент родная крышечка притерта без сколов без щербин наверное 60-е да? возможно могли ведь подсунуть и более дорогой шлифовка ручная приятный графин очень и очень приятный ну в общем о графине практически было уже все сказано я его принесла домой отмыла смотрите какое прекрасное состояние он внутри чистенький без всякого налета осадков очень красивая нарезка в виде виноградные лозы гроздья винограда тоже сделаю более подробные фотографии в инстаграм потому что здесь я понимаю тяжело рассмотреть значит граненое горлышко пробка родная вот здесь нарезка в виде цветка вверху вверху здесь также нарезка имитирует цветок состояние повторяюсь очень и очень хорошее да и хочу напомнить есть у меня еще один маленький графинчик это мальцовское стекло дореволюционное вот такой маленький как его называют фуфырик и к нему к сожалению не родная идет пробочка так что вот такие вот два варианта сейчас наличие кого интересует графин и пожалуйста обращайтесь утром была поймана вот такая вот слоеное стекло слойное двухслойное двух трехслойное красный фонд замечательно ну возможно вишневый не марганцевый думаю да посмотрите какой глубокий рисунок алмазный резец здесь работал просто шикарная вещь шикарная вещь честно ваза как оказалось производство германия она это хрусталь она гораздо легче чем наш советский хрусталь и легче чем чешский состояние также очень хорошее нет сколов нет трещин на ней посмотрите как вот переливаются вот эти грани нарезки ну и конечно же цвет гранат сначала я как-то не сообразила однозначно это гранат либо такая спелая вишня вот это красивенная ваза также может стать вашей потом были пойманы сахарница по-моему яблоневый цвет называется это у нас баллона старенькая старенькая блюдечко как говорят наши сербские друзья блюдечко откуда я знаю у вас есть сербские друзья а у кого их нету это у меня есть у вас есть корни блюдечко 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 вот эти вот шикарные ложечки которые совсем не ложечки правда так есть одна большая вот такая штучка и три маленького размера почему вы нам показываете только одну ну две у меня дома это я докупила вот такой комплект получается это для столовых приборов подставки придерживаем дома да ну пока пока да пока да до лучших времен потом вот такое блюдо было поймано не постесняюсь сказать да с гордостью посмотрите на этот румянец вот причем это здоровый румянец и не подумайте что это алкогольный след и это самаркандский фарпоровый завод ну и конечно вот агитационочка я бы сказал блюдо под фрукты под плов 60 лет республике ну шикарная вещь шикарная вещь и так блюдо самаркандского фарфорового завода агитационная 60 лет республике блюдо думаю под плов также есть небольшие потертости красное крытье золотом рисунок это вручную сделано вот такое тоже уже раритетное блюдо тяжелое такой толстостенный фарфор и хорошее состояние потом в родной коробочке были приобретены 9 ложечек вот таких столовых мельхиор состояние 0 это здесь да или кто выпускал да завод имени Шевченко здесь и вот такая вот десертная состояние идеальное и опять же заостряю внимание родная коробочка шестьдесят какой-то шестьдесят какой-то шестьдесят семь то есть для любителей вот таких вот вещей как говорится это самое оно берем не стесняемся национальный орнамент даже на подарок запрос так потом была вот такая вот петушок который не перестает нам попадаться и радовать нас салоночку салоночку вот эту я купила но я не знаю что за производитель но тонкий фарфор тонкий производитель да тонкий фарфор производят тонкие производители форма старая во всяком случае может это и 50-е годы так ну вот пробочку мы открыли там похоже первый сорт написано хотя чернила синие синяя краска в общем вот такая салоночка так ну и в завершение уже вот эта тарелочка так же пришла утром была найдена нами так это старая барановка и вот такой комплект заварочный чайник кто производитель в Польше ай-яй-яй как форма я называю ее тыковка тыковка вот мы здесь пахарничка форма 50-х 60-х годов но использовалась гораздо дольше до 80-х и вот такой молочный чайник по золотам в отличном состоянии не стесняйтесь хвалить свои вещи все стесняюсь чуть не утаили от вас вот эту замечательную чешскую брошу чешская чешская вы показывали экспертами да проходили наша постоянная зрительница подтвердила что чехи согласилась что классное состояние все кристаллы на месте замочек исправен булавочка на месте поэтому поэтому их есть у меня а вторая наша покажи не стесняйся и одна из зрительниц пообещала в пандемик зайти за водопадиком так а ну ирина покажите что там прятали то от нас ну вот без ну чисто случайно она у меня затестала заваляло из моей коллекции ну вот не знаю расставаться с ней или нет ну если за большие деньги чего же не расстаться порадовало тебя пусть порадует еще кого-то да такой оранжево апельсиновый да апельсиновый апельсиновый интересно красиво а вот эти тарелочки конечно современные но но симпатичные да интересно сколько стоит не знаю увы красиво держи в воскресенье на рынке было много детских книг с прекрасными иллюстрациями было что приобрести и для детей почитать и в принципе и для коллекционеров и хорошее состояние очень было у книг смотрела это морозец а можно ножку и а вот это ты имеешь ввиду трещина по ножке нет нет никакая а вот это а сколько хотят не знаю надо спросить да подожди такая ручка обалденная ручка не чудес тяжелая такое и так и тарелки не показывали прятали когда вы кушали не обращали внимание на клеймо вы кушали да сколько стоит такое когда колесили стали стали выбирать старый на редко это чехия гдр как-то похоже кто производитель так коллекционеры еще не нашли от денег избавился это сколько сколько а поэтому я не спросила да по брошки вот этой по бассейн 440 чтобы забрать я понял можно и 500 она дороже сейчас подержи Это оклонку мою полёту. Вот так она. Или я неправильно поставил. Это ещё советский, да? Писетка тригла. Он на нём написан. И родной провод. Разобрать, переставить чуть-чуть. Класс. Вот такие штуки. Отлично. Крупки пластиковые. Сколько денег? По 100 гривен. На магазин понесли. Мне очень понравились вот эти две фигурки фигуристок. Это 50-60-е годы производства. Колки пластик материал. Они одинаковые. Состояние у них одинаковое. Без сколов, без трещин. Без утрат. Фигурки пластика очень хорошая. Прекрасно, мне кажется, будет смотреться на полочки. Дополнять, возможно, даже коллекцию посуды. 50-60-х годов. Клеймо на каждой статуэтке. Смотрю на них и все время вспоминается фильм «Покровские ворота» и «Каток». Красивая детальная проработка. Красивые лица. В общем, сейчас в наличии две одинаковые вот такие вот статуэтки. «А это что за производство?» «Я не знаю, что это такое, честно». «Это ты сегодня первый раз вынесли?» «Да, да, потому что мы её вчера на тёрнице». «Я её вчера вынесли, но просто это. В общем, не могли открутить. Осторожно. Не могли открутить солянку. Мы открутили». «Интересно. Что ты хочешь на неё?» «Я буду сейчас изучать спорезы». «А для меня? Без приколов». «Не знаю, штука какая-то. А так буду сейчас полторы. » «А Павел Буре видел? Я выхватил». «Часы Павел Буре». «Какая штучка». «Три». «А это нижняя урановая стекла». «Ну и это, возможно, урановая». «Не знаю, не заверяла. «Проверьте». «Я и дома могу проверить. «Я тоже такая довызеленая». «Нет, проверю». «Они хорошие». «Они хорошие». «Проверяй сейчас». «А нам показать». «У меня-то пол ведра такого». «А ну-ка, покажите нам». «Можно в руках подержать?» «Вот это вообще встречается на 200 часов. Один, прикинь, не сохраняется. Чехол. «А это наш телефон». «О, ба-бэ-бэ-бэ-бэ. А с камерой нет!» «Сьюбер камеру, бля-бучина, я с думал». «Павел Буре». «Тогда это самый дешевый вариант. «И сколько это стоит?» «Ну, баксов за 400 я готов расстаться. а есть серебри, а есть у меня в золоте, есть вообще Павел Буре, короче, для компании Зингер Екатеринослава. Оставщик его императорского двора его величества. 1900 год. Состояние, смотри, позолота, позолота, все родное. Тик-так, тик-так, пружина стоила, так что пружину поменять стоит сотка баксов. И пружину не найди, такую родную. Павел Буре, поставщик двора его величества. Номер, все это, 900 год, все это. Состояние, циферблат, все родной. Эмаль. Павел Буре написано, обалдеть. Вот это самая частая, да? Вот это самая частая, вот это редкая, попалась. Вот, она идет, высший сорт, корысты, но у меня скол. На Аликсе соленой мы залезем, там много сколов продает 55 и написано под реставрацией. Вот такую точно. Ну, она на магазин заезжала сразу, говорит, давай я залезу. Я говорю, залазь, смотри, в класс. И главное еще, высший сорт. Вам попадается часто высший сорт? Это значит, я не обращала внимания. Это круче первого сорта, это высший, это уже идет, ну, как труба. Я ее пару раз только встречался, вот сколько занимаюсь этим, с 90-х только один раз. А с чего эта собака? С часов. А, я такого медведя покупала. И сколько она? 100 гривен. А пепельница? Вадим, сколько она? У них две пары есть. Вон еще один там стоит. Можем сказать, а потом нет. Вот какие крупные планы. А то я уже забежала. А вот зелененький графин сколько стоит? Зелененький графин с пробочкой. По 100 гривен графин. Ну класс, класс. Цена очень хорошая и родная крышка. Да, да, да. Так они еще не просто так, а вон нарезной еще. Ну да, ручная нарезка. 100 гривен. Сейчас убираем. Хороший. Катя. Главное недорогая. Смотрите, сзади цветы. И подавите. Сейчас. 20 гривен на тебе. Ну классные стаканы. Розовые медики. Розы, лебеди. Это было, вот, калы. Это делалось, как шабашка. Это не было никогда в продаже в государстве. В 1996 году закрыт был завод. Этот Днепропетровский рустальный завод. Я даже не знала, что у нас был такой завод. Был на канатной внизу. Канатная 146. Туда у балки, да, был девочки. Там работала моя мама, а я работала у них в картонажном цеху. Были еще вот розы мужчина забрал. Те, которые ставятся в вазы. То бишь-то у них каждые два часа был покур. Так как это горячее производство. Они же ртом все это выдували. И у них каждые 15 минут. Через два часа 15 минут покура. Они не идут, не курят, ничего. Они старались сделать эту шабашку себе. Потому что этого не было как в продаже. Это сами делали там в текушку мастера. Вот как у телевики. Эксклюзив. Никогда не было. В магазине они не могли продаваться. Потому что это было шабашное. Это лебедь-пепельница. Их когда ставишь вместе, они образуют сердечко. Видите? Да, да, да. Большой такой. Это лебедь-пепельница. С короной называется. Ну это Днепропетровский хрусталь. Помуйтесь. Я думала, гость хрусталь имеет. Такой завод в 1996 году. Ну это для магазинов же делали, да? Нет. Тоже шабашка. Это не было для магазинов. Ну вы слышите по звуну и по всему, что это хрусталь. И вот то наш, тоже Днепропетровский. Да. И это Днепропетровский. И вот это наш Днепропетровский завод. По-моему, 146 было адрес. Это были мастера. Это маме 80 лет. У нее бы спросить, кто их выдувал. Вот ли сердце поставленные. А то, наверное, киевские. То у нас не было такого мамы. А этот тяжелый. Да. Аккуратно, только руками. И то, и то сердечко образуется. Это легче. То с цветным клювиком, а это, наверное, тяжелый. Этот тяжелый. Ну это как вот медведик там у нас продавали. Медведей я вообще не видела. Мужчина за 300 рублей. По 50 за 1. Какого его предназначения этого медведя? Ну да. Розы эти я знаю. Да, да, да. Они как-то часто встречаются. Тоже, которые... И такие же ставят вам. Да, да, да. Ну у нас были такие. Лежали в этот... В Сурик опускались ощипцы. И вот это такой получался эффект. Когда тягешь горячее стекло. А смотри, какой... Как бы прям аж это... А что значит Сурик? Сурик это... Объясни, что такое Сурик. Свинцовый Сурик это такая... Ну корабли красят, чтобы не было в керокоррозии. А в производстве... Порошок какой-то такой, да? Не, не порошок, это краска. Краска, да? Краска. Свинцовый Сурик... Нет, слушай, он у меня порошковый. Ну он все равно потом разводится. Ну он разводится. Да, 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 да. Ну в производстве их у столя его кидали с сухим. Порошком. Откуда? Ну я пользовался только разведываться. Ну понятно. У меня и сейчас он есть Свинцовый Сурик только разведываться. А у меня есть Свинцовый Сурик только в порошке. Вот видите. Ну там литровую банку берешь как будто там три килограмма. Ну да, красиво. Ну на ранее. Игорь, слушай, учительная работа. Да. Не скрывает так. У пепла кровь и даже вода. Не, это краска. Да, вода краска сходила. Изнутри получается. Как вот в елочных игрушках детских серебро внутри. Да, оно вот осыпается. Чернеет. Какая-то старенькая соборничка. Мой баш. Это же банчик с медом похоже. Тарелки. Это, я так понимаю, Буды, которые... 50-е очень старые. Нет, то, что 50-е, а то, что тематические. А, это акционка, да? А, это акционка, да? А, это акционка, типа. Ну это старые Буды, да. Да. Первое мае. Девочка, берите, что не дорого. О чем? Все тарелки, набор первого мая по пять-пять рублей. Так, на 1 мае тут одна только нарисована. А на остальные... Их-то надо три пирать. Нет, они одинаковые, но 1 мая только на одной. Сегодня... Что, что? Один отчерлины, я смотрела тоже на них. А, вот такие тарелочки почем? А? Вот эти? Да. Две штучки там... А, две штучки 15 гривен. Да, это кто производитель. Я не знаю, кто производитель, но мне кажется, у меня похожие есть... Сумочки. Сумочки. У меня есть такие, ну... Пиалочки. Пиалочки, да. Вот она именно на кузнецовские формы. Хотя Буды, это тоже кузнецов. Да. Но это больше на них. Да, больше на них. Вот такие ух, такие толстючие. Прямо. А сколько стоят валенки такие? Сотни. Ну, можно чуть-чуть подвинуться в цене уже. За 80 гривен. Такие классные. Они не сильно изношены, но это еще советские. Интересно, что родная упаковка. Да, разная вот эта вот ценник, бумажка. И это тоже какой-то серо-синий цвет такой. Это 60-е и 50-е. А, или это шов? Нет, это не шов. Это металлический, да, и родная вот эта навершия. Вот эта вот цинковая. Такая какая? 20 гривен. Тоже, ну, цветосочетание какое-то красивое. Вот этот листик зеленый с фиолетом, да. Ну, классный. Да, эти грибы. Да, у меня есть такие грибы. Да, и огурцы тоже в хорошем состоянии. Огурцы тоже в хорошем состоянии. Да, и все в хорошем состоянии. Это, кстати, состояние. Это я еще взяла. Красиво будет уже. Она очень красиво будет смотреться на ее. А вот, Дарь. Это 80. Верхний ряд по 80. Пирамидка. Снегурочка и белочка. Это по 20. Это по 20. Аминь. Снегурочка. Ты такой — ключ. Снегурочка. Да. Снегурочка. Я уже, и, и... Снегурочка. Аминь. Снегурочка. Ушелочка. Эндиагурочка. Я уже уже пошел. Аминь. Танц. То есть воркетчо. Выселочка. Ты год. Гребон. Как-то и формат такой. А сколько такой? Да, я говорю, обалденная вещь, тем более, это же ручная роспись. Я цветы поливаю из хрустального тумографина, который треснул. Смотри, какая красота будет стоять на подоконнике. Вот у меня другая деколь просто, ой, деколь, роспись другая. Красота. Сейчас стали коллекционировать вот такое вот текло. У меня есть такое, у мамы стоят пужеры, и когда-то я купила тоже на барахолке креманки вот такие. Они так красиво смотрятся. Путочки тоже. Ручная нарезочка. Вот они необычные, не стандартные. У нее вообще всегда очень какие-то интересные вещи. Вот эти тоже какая-то самоустойчивая форма. Да, ну такие часто встречаются. Вот такие-то молодые. Вот тоже стаканы какие-то симпатичные. Тоже необычные. Да, наверное, типа горчичница какая-то. Интересно. Там какая-то надпись. Или Рой Дебош. Интересно вообще. А в какую цену такое? Где хозяйка? Где хозяйка? Кстати, вот так берешь руки, очень симпатичные. Вам 270. Обалденные чешские девочки. Это еще тех-тех времен, это не современные. Ну я же говорю, такая ножка. И они легенькие такие, легкие. Это ваши. Вы на них уже сколько смотрите? Да. Конечно, это ваш товар. И почему этот наш товар? Вам за 600, как я продавала, вы слышали. 1000 гривен всем говорила. 400 вам уступают. Они ваши. Такой 500 гривен ванн. Ну это самоделковые, да? А? Это чешские? Конечно. Я думала, это какая-то нарезка. Не-не-не. Это чешские. Смотрела. Вот эти чешские. Это чешская. Это ваза чешская. Да, но тут написано богемия на них прям. Ну а тут уже было, там отлетела бумажка, она лежит где-то. Надо наклеивать. У меня до сих пор, кстати, наклеенная не отлетает. Я уже мою. Она чуть вроде отлипнет, потом опять приклеится. Клей качественный. Да, 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 да. Клей хороший был в богемии. По-советски у меня такие были. Какие они тут простые салитеты? По-советски у меня такие были. Ты что красивая, то красивая. У меня тут ножка, тут ножка. У меня такие дома тоже. Я себе оставила. Их было 12 штук. Шесть себе оставила. Шесть вынесла. Современные. А он без клеем, да, вот этот наборчик? Без клеем вот этот вот набор идет. Ну, интересно. А тут вот что-то. А, вот. Ага, 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 ага. Кстати, глазурь такая качественная. Вот ее берешь и руки. А? Сколько? Такой набор. Лалик Париж. Да. Вау. И что же там? Барабанная дробь. У нас их почему-то называют свадебные бокалы. Ну, так потому что удобно. Да, да, потому что это пара, да. Не у кого денег не хватает купить больше двух? Ножка какая. А-а-а, не продаем. Что-то отличного. Давай-давай-давай-давай. А шляпы какие-то шкадные. Сколько такой? 30. 30. Вот эти рыбные вилки мне очень понравились. Троянка. Это Зиш наш выпускал? А-а-а, это Киев. Это Троянка. Ага, это Троянка. Я знаю, что это Троянка. Маяковский. Это фарфор бескресный, да? Зиш, по-моему, только классику выпускал, да? Ну, да. А Маяковский сколько? А-а-а, иди торгуй. Иди торгуй. Ох, я знаю. И Веджи вот у тебя новый, да, появился? Веджи вот там, маленькая. А сколько она будет? 30 гривен. Я хотела спросить, думаю, гривен 400, наверное. Так в интернете смотрела. Веджи вот через пару недель приедет. Я купила большой сет. Шкатулки, тарелочки, вазочки. Ну, это классно, конечно, в руки берешь. Такой фарфор. Там у меня что-то лежит. Медальончик. 701. Подожди. Красиво. Вот написано. Дарственная надпись какая-то, да? Дарственная 50-е или 60-е? 61-е. А, 61-е. Ну, 50-е годы, в принципе. Фонус. И не высвечивает. Предлагал, нет, чтобы там... Ну, да. Потом вашему мужу займутся, если я. А, ну, сколько в 8-е? 3 тысячи, нет? А, это... Такая. Дым будет, и колька, и колька, и колька. Колька, и колька. Колька, колька. Колька, колька, колька. Ира, а что вот это вот с чертенком? Что это за производство? Германия. Германия? А вот это с... 700-300-600. А что это... Черепонбуды. Это деколь на них, или... Да, деколь. Деколь. Фарфор? Фарфор, деколь. И сколько? По 350-е. Состояние отлично. Состояние коллекционное. И купили мы еще 12 бокалов, 12 фужеров, карамельное стекло и ножка карамельного оттенка. Также состояние не то что сервантное хранение, а складское хранение. То есть люди ни разу ими не пользовались. Никакой нет ни потертости, никакой ни царапинки. И так их 12 штук. Пожалуйста, кого заинтересует либо 6, либо все 12, пожалуйста, обращайтесь. На сегодня это все. Друзья, спасибо за внимание. Всем всего самого-самого доброго. До новых встреч на канале.